Стоп! Партизан широкой публики стало известно пару месяцев назад, когда лидер организации Алексей Миняйлов на месте сгоревшего детского сада захотел построить музей героев Великой Отечественной войны. Узкому кругу лист Миняйлов был известен давно. Своими роликами, коих в сети сотни. Как писатель, тиражи не больше пяти тысяч. А как вот ролики, так у нас один ролик уже 10 миллионов достиг. Ну, остальные поменьше, там миллион, полмиллиона, два миллиона, что-то такое просмотров. Ролики Миняйлова. Вот. Ролики Миняйлова. Вот. Ролики Миняйлова. Вот. Поклонение героям Великой Отечественной войны у партизан было странным. Например, Сашу Чекалина и Зою Космодемьянскую Миняйлов считал шаманами. Саша Чекалин, будучи героем, был дедом. Причем даже своему родному дедушке. А дедушка до того был Сашей Чекалину батей. Стало понятно, что здесь не просто, скажем так, группа по интересам. То есть здесь еще присутствует некое оккультно-религиозное учение. Строить музей героев Суворов приезжали люди из разных регионов. Бывшие военные, предприниматели, архитекторы. Они бросали семьи и шли их за Миняйловым. Кроме того, участники организации проводили учебно-полевые сборы. При вашем старании и усилии вы скоро станете нормальным воинским подразделением. В ходе обысков у членов движения обнаружили четыре пневматических пистолета военную форму. Предполагается, что группировка является псевдорелигиозной и военизированной сектой. Уголовное дело расследуется по факту возбуждения ненависти вражды равно унижения человеческого достоинства. Юрий Зайцев, Сергей Стариков. Новости Тулы. Редактор субтитров А.Семкин